земля прощай в добрый путь косули вот здесь живет утка друзья вот эти как рыба может видна какая-нибудь мужественный экипаж воздухоплавателей готовился к посадке неумолимо приближалась здравствуйте глубоко жай мои любители летных видов спорта построите в какое красивейшее место видимо берег немана я попал и приехал на базу скорее всего тех кто летает на воздушных шарах сейчас исполнится мечта моего детства полетать на воздушном шаре я надеюсь правильно попал лавадена запас вакарас его турбует здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта витас будет катать меня на воздушном обшаре исполнит мечту моего детства давай да ну чё леви витас не рада кашпат чесно компелия у юс юсу тердвей дабар жреки от урока лейка лейка лейкетис полионе тайрова уж чё галима лейкетис уж чё уж чё галима лейкетис уж чё галима лейтис утверя друзья мы прослушали инструкцию по безопасности когда дует ветерочек шару то очень большая конструкция он делает бах-бах-бах его тащит по полю и если вы начнете типа пытаться высунуть руки за борту все лишние предметы ну в общем то они пытаются отскочить поэтому представьте лапу туда засунули там ее заживало такое быть не должно поэтому инструктаж хвататься за правильные места не хвататься за шланги от газовых баллонов и так далее то подобное в общем всем все объяснили очень грамотный полотный инструктаж молодец мой первый опыт с воздушным шаром был такой я запускал хомяка у меня такой хомяк жил ему сшил моделисти конструктор или где-то еще был такой чертежи были из папиросной бумаги большого шара сделал горелку из чего-то там не помню и надулся шар действительно взлетел но неудачно я его немножко пустил его качнуло загорелась оболочка в общем хомяк или жив остался вот так что я надеюсь что значительно все правильнее шары воздушные безопасный вид спорта только что говорили что там чуть ли не в 11 раз безопаснее чего-то в общем принципе все безопасные планеризм и парапланеризм главное грамотно к этому относиться на мой взгляд наибольшая проблема для воздушного шара это сильный ветер потому что ну как вот приземляться если ветер сильный я не знаю я буду попробую потом задать вопрос насколько там этот ветер критичен ну сказали что сегодняшний не критичен хотя мы только что летали на джогасе было километров 20 в час и так ощутимо ветер помогал сегодня взлетать на этом джогасе ну что погнали как на ракете беги 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 я лечу скорость растет 70 ставлю еще медленнее страшно конечно без парашюта сваливание делать нос опускает друзья ну а динамическое сваливание задираю его сильнее падает скорость падает 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 об да более энергично смотрите вот с этой стороны как это видно задираю ну вот нагло об ну а по это уже было вот это у меня уже наказал сказал чувак не наглей что это такое это на базе honda такой вот наполнятий сейчас оболочка надувается сейчас не будут показывать какие-то хитрости материал да собственно из такого когда-то парапланы даже шили это более ого-го-го-го это наш глава называется парашют это как клапан работает он горячий воздух а если ты хочешь спуститься немножко отравливаешь понятно фаза когда тарахтелка больше не нужна и вот на шар оживает класс уже вот-вот вот этот момент когда лезть нужно держать обязательно корзину иначе это все улетит вот и нам когда-то давно братья мангольфье придумали такую штуку о чем земля земля прощай в добрый путь ой вау волшебство пусть и друзья первое ощущение это ну старт конечно волнительным а дальше какой-то вот магия и так еще не летал как-то дабуретки основное ощущение тишина сейчас двигаемся со скоростью ветра ну потому что 23 километра в час и где все говорили замерзнешь как ты полетишь шортах и сегодня 31 октября то есть уже практически ноябрь месяц но вот это солнце которое светит плюс еще и горелки который горит это решим ты мать в принципе трешим ты мать двигается тень от нашего шара вы можете по ней видеть насколько быстро происходит движение ну 20 км 23 километров в час ну так вот вот это путешествие здесь восторг от того что земля внизу она проплывает медленно в чем кайф сейчас внизу проплывают дома ну вот смотрите вот они и петухи кричат то есть люди что-то там говорят причем это из-за того что сейчас полная тишина то есть фокус том что сейчас тихо совершенно вы даже не представляете до тишины потому что ветра нет и обычно ты летишь на чем-нибудь на парапланере на планере на чем угодно всегда есть ветер всегда на тебя дует выбегающий поток ты с ним взаимодействуешь а здесь тишина слушайте собаки лают я не знаю доносятся ли вам эти звуки но это просто восторг смотрите как мы не здесь низенько прям над дорогой над лесочком но я теперь дует ветер немножко это значит но и меняется вот скоро что-то вы дармо тормозим как почувствовал силу ветра ветер набегающий то есть мы опустились более низкие слои атмосферы и вот наша тень нашего шара скользит по глади воды только теперь четырнадцать километра ничем на верху двадцать три сейчас четырнадцать ну низенько и таки можно регулировать направление то есть внизу ветер идем направление а потом так как другое направление и таки пау что-то что-то если вы когда-то наше время леосим о ращин туки овежу вею и сиази овежу вею и вази у жмэдже то есть и не выси таки гранирует то есть они не только как вирс но если вы не бывают 24 леосим а и не было ужу вею а как как-то отверснес лок то есть что-то галим нагрюти но неисигаски это норму Та пати пинтиня, она очень хорошо амортизирует смугой. Банды дарить все синтетинес, но это... Геряуси. Вау, жюреки песты, не павоксчу, но с баллоном и планком. Настойщая болота. Ну как вообще литит, классно. Такая прикольная. Удивительно. 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 Поднимаемся потихоньку вверх. Сразу шар начал разгоняться. И сразу я почувствовал, как ветер дует вот с той стороны. То есть относительное движение. Шар обладает мощной достаточно тоже инерцией. Но представьте, что нужно разогнать такую массу воздуха. Сейчас мне обещали показать самый красивый огонь. Посмотрелись? Тейп. Вау! 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 Ну это такое вот называется антикоровый. Регулируется, видите, сколько краников. Тут главное не запутаться. Собаки очень нас любят. Они везде лают. Вау! 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 который который мы привыкли с шубом ветра и так далее это похоже на что-то такое совершенно нетипичное и тишина и только мой к в этот мой коров мучение коров курицы прячутся все все забежали со двора сбежали все курицы от нас лэп самое неприятное что может быть да 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 самая полшой самую врага как и упропланилистов будем пролетать на заправочную станцию где только что заправлялись газом а до куды и рейки на шинден долгая не скрысим чё кокий пус вланды 40 минуты ищетмес вену токи болиона ашдегинсим то есть это время 50-70 литра Попали в нисходящий поток Друзья, видите, как Энерция чувствуется Камера приобретена благодаря Уважаемым подписчикам И спонсорам канала Мечта летать Поддерживаем Потому что мы снимаем контент огонь А мы смотрим Мы, друзья, познакомились Как раз благодаря Ютубу Ютуб объединяет Списались И вот так вот Я сказал, что я не летал никогда на шаре Это мечта моего детства Так и было, когда я хомяка еще запускал На склеенном воздушном шаре Вот тогда я думал, что и сам хочу Но решил на хомяке, правда, проверить Вот здесь была щука И сейчас, может быть, есть 50 лет назад, по крайней мере, была Друзья, самое главное При полете на воздушном шаре Это прекрасное место, где можно будет приземлиться Ну и понятно, что линия Трепередачи, это вот самый наш большой враг Вот мы сейчас перелетаем И там вот будет И подберем поле поприличнее И будем приземляться Мы пролетели у него в городе Алитус В закатном солнце Конечно, время для полета выбрано, на мой взгляд, изумительно Друзья, полетайте на воздушном шаре Поищите, вот где это возможно Ну, в Литве понятно, к кому обращаться, я надеюсь, вам А так О, мы проходим Железную дорогу Видите, уже даже вышли О, косули Да, да, я надеюсь Догнать Дегэгэгэти-дегэнсей Аж из кап 20 Из-под капли И из-под капли Все несется Снимали Какой будет ветер, видите перегрев проходим деревья ну вообще фантастика я даже не представлял что так можно низко летать на шаре можно вон потрогать все вот проводочки под нами крайне яблоньки ну вот впереди где-то место нашей будущей посадки перелетим деревья и там поле красивое ну если не поселить то есть красивое если поселить и искусим китов не венас кабо дар нелико это друзья любимая мимо земли еще никто не пролетел класс я в восторге здесь пилитерочек даже задул смотрите видите как заколыхались штуки все не не селесим вага сужуево срега поискот нет не летим сюда здесь восходящий ветер сильный ведь как несем всем относительно земли поэтому будем ждать более удачного подходящего места да видно представьте можно опуститься так посмотреть чук-чук потрогать все и дальше полететь ну видно даже да что это такое вот какое-то не очень хорошее место а вот там вот дальше видно что получше будет но главное чтобы не кончились хорошие места тогда можно на дереве помещение кондент огонь поснимать наш отважный капитан а чулабы вот тикры вот аж аж ашерник головы к этой пульки тикры да умение управлять инерцией это в реальное искусство то есть я вот вижу работу пилота этого мне ручку дергать на плане это все тут там чушь-чух и все он меняет а тут надо привыкнуть инерция когда нагреть когда не когда не перегреть о посмотрите можно заглянуть в гнездо этого гандрос аист во я по-литовски первый раз вспомнил а потом понял что как он по-русски называется я друзья даже по-литовски естественно я написал девожки битте а я х, было дело будет yet бульбуль и 위ожать Мы готовы к посадке. Дерево, смотрите какое. Не бейте, не бейте. Не че, тогда речка на линию. На линию? Фу, я уже приготовился садиться, друзья. Не, ну смотри, поселись. А, пашня? Ну, короче, не хотят нас пачкать пашней. Какая забота. Заодно, может, закат досмотрим в небе. Солнце уже, смотрите, садится. О, опять, опять эти косули. Зуйкис! Заяц, 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 заяц. Заяц! Какой заяц вкусный, друзья, вы не представляете. Я зайцев очень люблю. Я же волк. Да, да, да. Склончик, и как раз под ним, этот, затишок. Но лэп. Враг. Любого летателя на воздушных шарах. Мужественный экипаж воздухоплавателей готовился к посадке. Неумолимо приближалась. Ну, еще там не очень. Вот там коровы, там авис. Ну, собаки. Большая ферма, смотрите. Там овцы вот. Гав-гав-гав. Тень нашего шара все дальше и дальше от нас. Потому что солнце садится все ниже и ниже к горизонту. О, какой дом. Вокруг него куча строительного мусора. Ага. Уго. Это производство. Производство колец. Сейчас тенбишки трог делали. Нужно побольше места, чтобы… О, утка! Утка! Бах-бах-бах! Ушла. Вот здесь живет утка, друзья. Смотрите, как рыба, может, видна какая-нибудь. Тэм-тэрым-тэрым-тэрым-тэрым-тэрым-тэрым-тэрым-тэрым. О! Ну, бишки водичи не прикаривают с бутуем населения. Смотрите, отражение нашего шара на воде. Ну-ка, есть? Есть. Ой-ой-ой, смотрите. Вот это точность. Хоть во двор садись. Вау. Медленно и потихонечку мы двигаемся вперед. Ниже, тем прикольнее. Я так понял, что я дико обожаю воду. И так летим над очередным озером. Такое красивое озеро. Здесь можно купаться. Вот у нас 10 кВ под пузом. Мы сейчас должны перелететь, отдали дальше поле и какие-то 5 кВ. Там самая большая, думаю, в Литве. В Литве самая большая? Да. А вот есть еще вот и трава какая-то через дорожку. Сейчас, может быть, на траву будем приземляться сразу за деревьями. Чтобы до этой самой большой, в Литве, электропередачей линии успеть. Вот, это такой наш контент огонь, друзья, получается. Вот. 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 Лауким, лауким, ждем, 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 ждем. Капитан скажет слово. Капитан огонь. Вот. 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 Ну, как это говорят, кто мог наступить в говно? Я. На посадке. После посадки. Ну, смотрите, друзья, это офигенная штука. Вот мы приземлились. Вот было, конечно, если я вам не скажу, совсем страшно. Было чуть-чуть. Вот. Ну, вот как, друзья, снизу выглядит эта корзина. Она по-настоящему плетеная. Почему плетеная? Чтобы выдерживать все эти бах-бабахи. Здесь, видимо, какая-то кожа. Все крепко. Оп. Мы смотрим, как это организовано. Оп. Оп. Мы прошли, цепанули дерево крайнее. Потом пум. Пум. Достаточно быстро корзина остановилась. Немного она проехала. Здесь такой реальный затяжок ветровой. Но я не очень представляю, как этот шар приземляется, когда ветер очень сильный. Непонятно мне. Видите, даже ветром его сейчас пытается куда-то тащить. Козу мы напугали. Одинокую. Сейчас потрогаю. Тепленький. Да, слушайте, немножко. Тепленькая прям тряпочка. Вот такая вот. Все. Вот. Этот клапан пресловутый. Ой, как тут тепло, друзья. Прям. За счетом того, что я в шортах, я вообще туда хочу залезть внутрь. Ой, все. Весь воздух вышел. Ромашки. Прям как у меня на шортах, смотрите. Кстати, у меня, видите, на шортах буква Т посадочная. Это прям специальные шорты. Интересно, коза у меня что-нибудь съест, если я дам травку. Ну, коза. На. Не, забежала. Чувствует волка. На декре. Ачу. Лоб. Монбатико. Монбатико. Лоб. Спасибо большое нашему пилоту. Итак, если вы хотите полетать на воздушном шаре. Контакты будут в описании. Всегда это в Литве найдете. Ну а так ищите. Мору Баронай.лт. ну я категории хоть раз жизни это надо сделать вот точно я теперь к теперь канал мечта летать обогатился новым опытом а я новым восторгом я ведь и такой черешка ну не пришибленная в удивление то есть для меня это вот это волшебство которое было магии еще не закончилось вот осторожно здесь видите все вот я вот уже не один раз наступил похоже ну ладно по стираюсь в конце концов заходящее солнце как команда убирает воздушный шар эти вот сворачивают длинную колбаску и наверное дальше будет как-то скручивать все загрузят прицеп и нас всех отвезут к месту старта и не знаю сколько мы километров пролетели но это было совершенно волшебно совершенно и и